Здравствуйте! На 19 часов Чухареву на личный прием. Один гражданин с ножом постучался и нанес травму. То есть он совершил умышленное преступление. Это покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. Это статья 111 УК через 30-ю статью. Также статья 119 Угроза убийством. И статья 119 Легкий вред здоровью. На сегодняшний момент нам непонятно, на каком основании до сих пор не возбуждено уголовное дело. Хотелось бы понять. В части, касающейся отмены ознакомления, в любом случае, вы будете уведомлены по рассмотрению вашего обращения. В части, касающейся отказного материала, будете ознакомлены с ним по приходу его из прокуратуры. Куда он был направлен 17 декабря для решения вопроса проверки законности об основанности принятой решения. Когда это будет, соответственно, как только он поступит сюда, вас уведомит. С учетом того, что ваше обращение имеется здесь, находится в производстве. И определитесь по времени и дать. Подойдете, ознакомитесь, соответственно. И в части, касающейся отмены принятого решения, оно будет направлено в прокуратуру. К отказному материалу, который имеется там для рассмотрения по существу. Ввиду того, что у меня нет полномочий в части отмены принятых решений об отказе возбуждения уголовных дел. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела, когда было направлено моему доверителю? По результатам принятого решения 17 декабря 23 года, оно незамедлительно направляется. У вас есть данные о том, что было направлено подтверждение от того? У меня нет с собой данных, потому что отказный материал сам находится в прокуратуре. По какой причине не получено постановление об отказе возбуждения уголовного дела? По какой причине принято решение об отказе возбуждения уголовного дела? Я не так задавал вопрос. Я сейчас сказать не могу, по какой причине принято решение об отказе возбуждения уголовного дела? Я не так вопрос задал. Вы меня перебиваете. Вы не отвечаете на поставленный вопрос. Насколько я помню, Владимир Владимирович, мы с вами договорились. Если уж я что-то говорю, то помочь. Хорошо, давайте я выслушаю, потом все-таки повторю свой вопрос. Еще раз поясняю. В части, касающейся причин вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, были на то основания. В настоящее время об этих основаниях я не могу вам дать ответ по той простой причине, что материал находится в прокуратуре, я его не видел еще. Как только он поступит в прокуратуре, я могу его изучить и сделать вывод. Законно ли обоснованно было принято решение. Если я посчитаю сам, что было принято решение, не обоснованно нужно проводить дополнительную проверку, значит сам выду с ходатайсом в прокуратуру для его отмены. Если ваше обращение, соответственно, не будет удовлетворено прокуратурой. По какой причине постановление об отказе в возбуждении уголовного дела до сей пор не вручено моему доверителю? Оно направлено по почте. Вы можете предоставить документы, подтверждающие оправу? Реестр я вам не могу предоставить, потому что у меня его с собой нет. Кроме ваших слов, на что вы можете ссылаться? Сейчас? Да. Только лишь на том, что у нас по всем базам данных, говорящих по принятому решению, указано, что вынесен отказной материал конкретного числа и когда он направлен в прокуратуру. Скажите, пожалуйста, вы обязаны своевременно вручить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? То есть, в соответствии с УПК, уголовным процессуальным кодексом, гражданин, по заявлению которого принимается соответствующее решение, незамедлительно ему направляется постановление об опрессуальном решении для его ознакомления и, в том числе, с уведомлением права обжалования. Оно направляется незамедлительно. Чем подтверждается выполнение обязанности процессуально направить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Еще раз не понял вопрос. Чем подтверждается данный факт, что вы исполнили свою обязанность в соответствии с УПК направить заявителю, то есть моему доверителю, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Кроме ваших слов, чем подтверждается? Вы заказные письма не отсылаете, в электронном виде не извещаете, по телефону не извещаете, опись не предоставляете. Ну, это так. Если гражданин в своем заявлении указывал о том, что прошу уведомить имя о принятых решениях в электронном виде тем или иным способом, соответственно, данное решение направляется электронным способом. Если, соответственно, гражданин не заявляет такого желания, то данное решение, принято решение, направляется по почтовой связи. Чем подтверждается направление постановления об отказе в возбуждении уголовного дела моему доверителю, то есть заявителю, в рамках уголовного кодекса? Она подтверждается в приложении о принятом решении. Гражданин направляется в уведомление и в приложение о копии постановления о принятом решении. В уведомлении отражается, что вы имеете право ознакомиться, а также имеете право обратиться в суд, либо в прокуратуру, либо в вышестоящие органы в случае несогласия с принятым решением. Данное уведомление с постановлением, соответственно, направляется в почтовую связь незамедлительно после принятия решения в течение 24 часов. Это я все понимаю, как должно быть. Я поэтому спрашиваю, чем подтверждается, что вы выполнили обязанность предусмотренного полно-поциальным кодексом? Сейчас вот в данной части, если вы хотите меня узнать, номер исходящего номера... Так мы для этого и пришли. Я этого вам не скажу по той простой причине, что сам отказный материал находится в прокуратуре. Как только он поступит, я его изучу и при необходимости ознакомления, соответственно, вы можете в этом убедиться. Почтовые реестры тоже находятся в прокуратуре? Ну, почтовые реестры я не обязан вам предоставить, поэтому, соответственно, извините, я не смогу вам удовлетворить вашу просьбу. Есть отказной материал, есть соответствующие уведомления. С этими уведомлениями вы можете ознакомиться. К сожалению, если материал был бы здесь на сегодняшний момент, вернулся бы с прокуратуры после проверки его законности об основанности, он был бы вам предъявлен. Тогда бы вы, соответственно, уведомления бы увидели соответствующего содержания. Алексей, вы получали что-нибудь по почте, почтовый ящик? Нет. То есть из отдела полиции номер 3 вы ничего не получали? Нет. Вот у нас есть ваше слово против нашего слова. Вы говорите, что нам отправляли, мы говорим, что мы не получали. Подтвердите факт отправки постановления. Я подтверждаю, что материал в обязательном порядке уведомляется гражданин. Ну и подтвердите, что вы выполнили в обязательном порядке уведомление. Как только поступит материал проверки с прокуратурой, вы можете в этом убедиться. Убедиться в чем? В том, что материал, вернее, документы были направлены в ваш адрес. Каким образом в материалах проверки это будет установлено? Вы на меня голос не повышаете. В материалах проверки будет указано соответствующее уведомление со сходящим номером и датой отправки данного соответствующего документа. На данный момент чем подтверждается то, что постановление об отказе возбуждения уголовного дела было направлено заявителю? Здесь и сейчас, соответственно, у меня нет данного материала, я не могу вам представить номер сходящего и дату. Какое имеет отношение отказной материал к отправке постановления? Есть почтовые реестры, на котором ставит работник почты соответствующий штамп. Этот реестр находится здесь, он не приобщается в материалы проверки. То есть вам нужно предоставить исходящий номер, правильно? Нам нужно и исходящий номер, и дата, и нам нужен сам факт отправки. Исходящий номер в следующий раз, если вы обратитесь ко мне на прием, я проверю эту информацию, возьму информацию в нашем делопроизводстве подразделения, какой был исходящий номер и дата отправки. И вам это представлю. Почему мы не можем сейчас узнать конкретную информацию, когда было отправлено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела? Сейчас нет у меня с собой этой информации по той простой причине, соответственно, что отказного материала, говорю, я не видел. Вы знали о том, что мы придем к вам с данным вопросом? Вот 4 января мы к вам записались. В том числе мы под видеозапись сказали, по какому вопросу и обратили внимание на куск, чтобы вы подготовились. Вопрос по куску 320-71, соответственно, имеется в карточке, в части касающейся по какому куску вы придете. Конкретные ответы, на которые должен был вам дать в этой ситуации, соответственно, не отражаются. Есть отказной материал, вы не согласны с решением, соответственно, для того, чтобы понимать, действительно вы правы или нет, мне нужно этот материал видеть. Я его еще пока не видел, к сожалению. Вы знакомы вообще с материалами вот этой проверки, как руководитель организации? Через вас проходят вообще вот эти все дела, отказные? Отказные проходят либо через меня, либо моего заместителя. Именно в этой части, именно в данном материале, я не могу сказать, постановление подписывал ли я, либо это постановление подписывал, соответственно, мой заместитель. Для того, чтобы убедиться вам дать четкий ответ, должен видеть этот материал. Вы даже не помните, кто подписывал отказной материал? У меня их тысячи проходят, я не могу сейчас утверждать, что именно этот материал утверждал я, постановление. Сегодня 11 число. С 4 января по 11 число было достаточно времени, чтобы найти ответ на данный вопрос и подготовиться к нашему личному приему. Я не могу, соответственно, повлиять на прокуратуру с точки зрения... Я не про это говорю, я говорю про то, чтобы вы владели информацией, по какому делу мы пришли. Примерно по КУСПу я знаю, о чем беседа будет, с точки зрения, почему принято решение. Ну, в частности, касаются обстоятельств, которые появились причины принятия данного решения. Возможно, оно промежуточное решение, я сейчас точно не знаю. Что значит промежуточное? Поясните, пожалуйста, какая норма Уголовно-процессуального кодекса регламентирует вот эти промежуточные решения? В промежуточное решение принимается норма процессуального кодекса, он нам дает возможность принять решение либо в 3 дня, либо в 10, либо в 30, в зависимости от той или иной ситуации. Если, соответственно, в течение этого времени материал собран не в полном объеме, и достаточно оснований для принятия окончательного решения, либо отказа в возбуждении уголовного дела, либо в возбуждении уголовного дела, к вносится отказной материал с ходатайством в соответствующую прокуратуру с просьбой отменить данное решение в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий. Что соответствует статье 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Были ли достаточные основания, а именно сведения от моего заявителя о совершении преступления? А именно, то, что гражданин, я так понимаю, известный сотрудником полиции, мы не будем сейчас называть его фамилию, в ночное время постучался к нему в квартиру и нанес ножом травму головы, также угрожал убийством. Этих сведений достаточно для возбуждения уголовного дела. Как минимум по статье 119, 115, 111 через статью 30, 5 сантиметров ниже шрам, это был бы уже тяжкий вред здоровью, потому что шрамы на лице, обезображивание лица, это уже является тяжким вредом здоровья. В соответствии с 144 статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса, 140-й, у нас существует повод основания к возбуждению уголовного дела. Поводом является заявление гражданина основания, это собранное доказательство субъективной и объективной стороны, подтверждающее либо опровергающие факты, изложенные в заявлении. Если гражданин заявляет о конкретном факте и не подтверждается в ходе проведения проверки, это отказной материал. Если, соответственно, в ходе проверки есть необходимость проведения судебно-медицинской экспертизы, как один из поводов, соответственно, и судебно-медицинская экспертиза не готова к моменту окончания процессуальных сроков, тогда выносится ходатайство со внесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ну, как пример, в связи с тем, что нам нужно получить заключение эксперта, прежде чем квалифицировать состав деяний фигуранта, по отношению которого направлено соответствующее заявление. Как в этой ситуации получилось обстоятельства, какие были, я пока вам сказать не могу, потому что на момент поступления вашего обращения данного материала у нас уже не было. То есть есть, соответственно, ваше заявление, какие там доводы были собраны, обращались вы к врачу в медицинское учреждение, фиксировали вы побои, которые имеются у вас или не фиксировали, какие у вас есть свидетели, которые могут подтвердить факт, что это, соответственно, дружине, который, или не дружине, я помню, как дружине, же, по-моему, да? Как фамилия фигуранта этого второго? Ну, без понятия. Значит, я ошибся. То есть, предположим, фигурант угрожал вам убийством при нанесении данных телесных повреждений. Это подтверждается, если свидетельскими показаниями, то основания для возбуждения уголовного дела по 119-й есть. Собраны ли там же это, я не могу сказать. Николай Валерьевич, у меня к вам простой вопрос. Вы знаете Уголовно-процессуальный кодекс? Зачем вы сейчас нагло врете? Теперь нужно мне ответить? Да. Я никогда не вру. Это первое. Тем более при общении с гражданами. У вас есть с собой Уголовно-процессуальный кодекс? С собой у меня нет. Давайте мы все-таки его возьмем и откроем. И почитаем основания для возбуждения уголовного дела. Да, вы правильно сказали, есть повод и есть основания. Вот повод это заявление. Обращение гражданина о совершении преступления. А вот основания это просто сведения. То, что вы говорите, какие-то доказательства должны быть свидетели и тому подобное. Это ваша работа, за которую вы получаете деньги. Конечно же. Ваш хлеб, понимаете? Собирать доказательства. Причем собирать не в порядке до следственной проверки, а в порядке возбуждения уголовного дела. И оформлять это процессуально, чтобы в суде это дело не развалилось. Так вот, ваша обязанность предупредить моего заявителя по 306 статье за заведомоложный донос. И возбудить уголовное дело, провести расследование. И установить все доказательства, собрать доказательства, виновности, невиновности и так далее. И передать дело в суд. А судья уже решит, есть там состав, либо нет. Так все-таки основания это что? Вам свидетельские показания нужны? Или достаточно то, чтобы мой заявитель сообщил о том, что на него было покушение? Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Это подтверждается действиями. Нож был изъят. Объяснения были даны. Лишь пояснения заявителя о произошедших событиях недостаточно для принятия возбуждения уголовного дела. Всевещенном законодатель дает такое право проведения проверочных мероприятий. Вы меня не дослушали. Да мне не надо дослушивать. Читайте статью, что является поводом и основанием. Там все четко написано. Ну вы знаете о каких статьях я говорю. Так вот основание это просто сведения. Это просто сообщение, что вот это произошло. Сообщение о определенных фактах. И не надо здесь пытаться возлагать все вот эти функции по собиранию доказательств. Это не наша функция. Наша задача сделать заявление, сообщить достаточные данные, указывающие на признаки совершения того или иного преступления. Вот достаточно заявления моего доверителя о том, что вот этот гражданин мне угрожал физической расправой. И для этого не нужно свидетелей. Это прекрасно, что он и есть. У нас суды выносят решение только по показаниям потерпевших. Я вам открою секрет. Суды выносят решение на основании внутреннего убеждения и собранных по делу доказательств. Оценяя их в совокупности. Только лишь на одном доказательстве суд не может принять решение о привлечении того или иного лица к уголовной ответственности. Так вот это ваша задача создать совокупность доказательств. Мы работаем в этом направлении. Вы не работаете, вы сделали отказ был материал. Это ваше мнение, суббога, субъективное. Это факт. Это факт. Вы сейчас ему признали, что отказ в возбуждении уголовного дела. Вы какую-то тут промежуточную проверку придумали. УПК не предусматривает таких. Еще раз говорю. Это ваше субъективное время. Это не мое субъективное мнение. Это норма уголовно-процессуального кодекса. Мы работаем исключительно по нормам уголовного процессуального кодекса и уголовного законодательства. В общем, уголовного кодекса в частности. Если доказательство достаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, мы принимаем решение о возбуждении уголовного дела. Если этого недостаточно, то выносит постановление о подказе. Другого варианта здесь быть не может. Значит, Николай Валерьевич, примите сейчас заявление на вас в Следственный комитет о совершении вами преступления по статье 285 Уголовного кодекса. Взлободобление должностными полномочиями. Видеозапись я предоставлю нашей беседы о том, каким образом вы трактуете Уголовно-процессуальный кодекс. Вы злоупотребляете своими правами и обязанностями. Да, Николай Валерьевич. Прими, пожалуйста, заявление. Ко мне обратился в ходе приема, личного приема господин Мамаев Владимир Владимирович о том, что начальник УП-3 МВД России по Мурманскому области Неправильно трактует Уголовно-процессуальное законодательство Неправильно трактует Уголовно-процессуальное законодательство Злоупотребляет своими полномочиями все вещи И просит возбудить в отношении у него уголовное дело По статье какой? 285 УК 285 УК РФ 285 УК РФ По выходу ознакомишь с текстом и выдашь талон уведомлений Что еще у вас? Давайте я все-таки свое заявление произнесу своими словами А не так, как вы Ну, вы уже слышали, что я говорил, что все так сказали Да, да, ну у вас принято здесь Заявитель делает одно, а ваши дежурные пишут другое Это как отдельная история Поэтому я сказал по выходу ознакомить вас с принятым заявлением, соответственно Я обратился к вам, к сотруднику полиции о принятии заявления Я принял заявление Я не просил вас делегировать данную функцию кому-либо Ну, если вы, с точки зрения приказа 736-го, сотрудник обязан принять устное заявление в любом виде Я что и сейчас и сделал незамедлительно Вы, наверное, что на приеме должны принять заявление, закуспировать и дать соответствующий ответ Ответ о том, что данное обращение было принято, уведомить, так сказать Ну, данное обращение было принято Зарегистрированным в установленном законном порядке в дежурной части Вы получите по выходу талон уведомления о том, что с номером КУСПО и дата регистрации Я на данный момент обращался не в дежурную часть Я обратился в банк, сотрудник полиции Я еще раз повторяю Ваше заявление было принято, доведено до дежурного, зарегистрировано в соответствующем порядке В дежурной части вашему заявлению присвоен номер Каким образом вы видите получение мной какого-либо талона, ознакомления с моим обращением и так далее Я обратился к вам Талон и давление вы получаете в дежурной части Когда я его получаю? При каких условиях? Когда я обращаюсь непосредственно к дежурному Я к нему не обращался, я обратился к вам 736 предполагает принятие устного заявления Я принял от вас устное заявление Не приняли от меня устного заявления Только что я принял от вас устное заявление Есть свой деятель, говорящий о том, что Данное заявление зарегистрировано Установлено в порядке, талон и давление вы получите Вы заявление от меня не приняли, я готов его диктовать, пишите Мы его зарегистрировали Момер вам сказал Вы его даже еще не приняли, а уже зарегистрировали, так не бывает Как-то Вы мне озвучили о том, что какое заявление Я еще не озвучил, я вам сказал саму суть А озвучиваю я сейчас конкретно продиктую В какой форме это заключается и так далее В какой форме это заключается? В форме бездействия Ну давайте Хотите еще, так ну хорошо Если вас не удовлетворяет то, что мы решили Я хочу, чтобы вы сделали как положено Согласно инструкции Согласно инструкции Согласно инструкции Согласно инструкции Согласно инструкции Есть еще приказ МВД номер 707 Ну что писать, говорите Начальник ОП номер 3 В результате Бездействия Подчиненного персонала А также Личного бездействия Препятствует Своевременному Возбуждению уголовного отдела КУСП номер 32071 От 10-го, 12-го, 23-го года По факту Покушение Умышленного Причинения тяжкого вреда здоровью Запятая Угрозы Убийства Запятая Причинению легкого вреда здоровью В скобочках Статья 111-я Через 30-ю УК То есть Покушение на Причинение Тяжкого вреда здоровью Опасного для жизни и здоровья Статья 119-я Угрозу убийством Либо причинение Тяжкого вреда здоровью Статья 115-я Причинение Легкого вреда здоровью Запятая Поскольку Оснований Для возбуждения Уголовного дела Достаточно Точка В частности 10-е, 12-е, 20-е, 23-го года Александрову Был причинен Физический вред Здоровью Примерно в час 30 С помощью ножа Данное Действие совершил Известный гражданин Как владелец Соседних помещений В скобочках Стоматология Стомлайн По адресу Мурманск Проспект Кольский, да? Кольский, 202 202 Точка Данный гражданин В указанное время Стучал в квартиру Александрова АА И после того Как он вышел из квартиры Без объяснения причин Нанес ножом удар По голове После чего Приставил нож К животу И угрожал убийством Точка В связи с тем Что Александров АА Оттолкнув Нападавшего Смог спрятаться В своей квартире Нападавший Не смог Осуществить Свои намерения По независящим От него причинам По факту Происшествия Прибывшие сотрудники полиции Изъяли Холодное оружие В виде ножа Взяли Заявление С потерпевшего Выдали направление Медицинское учреждение Точка Александрову В скобочках С 11 По 18 декабря 2023 года Александров АА находился на больничном В связи с полученной травмой Точка Данных сведений Данных сведений А также Доказательств В скобочках Нож Запятая травма Запятая медицинское заключение Скобочки закрываются Достаточно Для принятия решения В трехсуточный срок О возбуждении Уголовного дела И проведения Предварительного расследования В рамках УПК С новой строки Прошу О принятом решении Уведомить заявителя Письменно На руки Предварительно Известив по телефону 8-921-661 По маю Владимир Владимирович 11-01-2024 год От вас требуется Зарегистрировать И уведомить меня О регистрации В соответствии со статьей 151 УПК Передать По последственности То есть Следственный комитет Российской Федерации По факту регистрации В КОСП Вам будет выдан Талон уведомления Которое вы можете Получить сейчас По выходу К дежурной части Николай Валерьевич Еще раз повторяю Мне нужно От вас Уведомление О том Что на личном приеме Вы Приняли от меня Обращение И его зарегистрировали Обращение было сделано На личном приеме Сейчас вы отказываетесь Получать Уведомление Правильно я понимаю Я хочу Чтобы вы сделали Все как положено Я так положено и делаю Как по законодательству Вот когда я обращусь Обращусь в дежурную часть Я возьму у них талон На данный момент Я на личном приеме Обратился к вам И данные действия Регламентированы Как принимается заявление Кто Как уведомляет Есть там талон Нету там талона И так далее Давайте сделаем процедуру Как положено Мы делаем процедуру Как положено Хорошо Я вам под видеозапись Разъяснил Как вы должны Уведомить меня О том Что мое обращение Было принято И зарегистрировано По таким-то номерам Если вы считаете Что талон Можете мне направить Ради бога Направите мне талон Но мне ничего Не обязывает Сейчас идти в дежурную часть И что-то там получать Я сделал обращение На личном приеме Личный оклан Петрович С учетом изложенного Что от вас Мы никакую информацию Получить не можем Считаю Что личный прием Мы можем уже завершить На данной стадии На стадии подачи заявления О совершении преступления На вас До разрешения его По существу Просьба Удалите Пожалуйста Удалите запись Субтитры создавал DimaTorzok